Одни из первых сатирических журналов России, издание 19 века и первая публикация переписки Николая II с императрицей Александрой Федоровной. Эти и другие редкие издания теперь представлены на всеобщее обозрение. В библиотеке Минигерцен открылась выставка фонда редких книг. Уникальные журналы полистала и наш корреспондент Ольга Софийская. Некоторые издания сохранились до наших дней в единичных экземплярах, как, например, журнал за 1899 год «Искусство и промышленность». Есть и всем известные журналы, многие из которых выпускаются и в наши дни. Здесь собраны исторические выпуски Огонька и Работницы, в которых сообщалось о смерти Сталина, Ленина, Гагарина. Для современного поколения это история. И многие не представляют, какие интересные были издания в 19 веке. Они интересны по оформлению, они интересны по содержанию. Вообще, наверное, нам интересно знать, что же люди читали в 19 веке. Представлены и послереволюционные издания. Уникален по содержанию выпуск журнала «Красный архив» за 1923 год. Здесь всего спустя пять лет после революции опубликована переписка царской читы Николая и Александра Романовых. По старинным журналам можно изучить и историю становления известных писателей из сатирического жанра. В фонде редких книг хранится и один из самых первых сатирических журналов России – «Осколки». Он начал издаваться еще с середины 19 века. Здесь собрана подшивка журнала за 1883 год. Кстати, именно в этом издании начал публиковать свои первые рассказы Антон Чехов. А продолжателем традиции журнала «Осколки» можно считать известное издание «Крокодил». В экспозиции даже есть выпуск, вышедший ровно полвека назад. Особый интерес представляют журналы начала 20 века, в том числе и как некий прообраз современных глянцевых изданий. Я обратила бы ваше внимание на журнал «Пегас», который стоит на верхней полочке. Журнал 1915 года, журнал искусств. Что в нем интересного? В нем дана большая статья о кинематографе 1915 год. Конечно, это очень интересно, как относились тогда к кинематографу. Я бы еще обратила внимание на журнал «Женский журнал» 1928 года. 85 лет этому журналу. Но вы обратите внимание, какие здесь представлены модели. Так одевались в начале 20 века. И, наверное, вы заметите, что сейчас мода не особо изменилась. Выставка «Листая страницы прошлого» в библиотеке Герцена открыта до 12 февраля. По окончании экспозиции читатели смогут сами полистать старые журналы в отделе редких книг. Библиотекари уже готовы и к новой экспозиции, где планируют представить уникальные издания к 140-летию великого оперного певца Федора Шаляпина.